Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunts TD-6. И в этой серии я хочу попробовать выполнить испытание от зрителя. Само это испытание заключается в том, что я должен играть за героя. То есть самым главным, как бы, нашим персонажем должен быть именно герой. И также я могу использовать персонаж... ой, обезьян поддержки. То есть это вот единственное, что я могу делать. И мне кажется, это вполне себе нормально. Из героя я подумал, что хочу поиграть за пси. Давно я за него не играл, другие у меня толком-то не открыты. Я как-то сейчас больше иду в знания, я хочу знания прокачивать, хочу быть умнее. Даже уже карту немного выбрал. Вот, четыре круга. Так, сложный, простандартный выбираем. Потому что нам другой-то, в принципе, и не как. О, а чё это плюта? Я с самого начала это... А пси-то так и не выбрал. Так, всё выбрать. Дубль два, идём, снова. У нас получится. То есть, вот смотрю, пси слишком чё-то дорогой. А нам и даже на этого не хватает. Жалко. Так, давайте хотя бы вот просто поставим сюда, что ли, нашего инженера. Потому что сказали, что обезьян поддержки мы можем использовать. И он, мне кажется, он довольно-таки сильный. Это очень сильная обезьяна, как мне кажется. И в самом начале как раз-таки она поможет. Я не знаю, одна... Она справится или нет? Ну, тут, в принципе, очень часто попадают на одну и ту же позицию. И как раз-таки задевает радиус нашей обезьяны. Поэтому, может быть, я надеюсь, что... Мы как раз-таки ей одной сможем накопить на пси. При этом не потерять большое количество хп. О, уже всё. Нормально. Так, тоже хочу её в центре поставить. Чтобы, если что, она как раз оглушала больше шаров. Потому что, мне кажется, это самое выгодное такое место. По крайней мере, на этой карте. Очень полезное. Так, и чё, как у нас тут пси идёт. Несмотря на то, что нам разрешено только его, как бы... Ну, и обезьян поддержки покупать. Я не знаю, буду ли я тратить деньги на прокачку их уровней. Мне кажется, и так нормально. Типа, может быть, и так он накопится со временем. Лучше, если что, будет потом вот качать этих обезьян-инженеров. Вот этого я бы продал. И вот сюда бы куда-нибудь поставил. Чтобы у нас один пси тут дрался. Поэтому у нас сейчас очень много пройдёт шаров. Сталок? Ну ладно, ладно, разрешаю. Проходите, чуть-чуть. Так, тут есть что-то, что радиус увеличит? Да, вот. Сразу же вот сюда вот поставим. И вот. И теперь он нормально будет стрелять. Чтоб как дополнительная была помощь. Но всё равно, чтобы у нас пси был как основной. А то так получалось, что инженер первый стрелял. И как бы пси уже ничего не давал. Тут будет турельный инженер. Так, пускай тут ещё разборку. И всё. В принципе, сейчас будем вот смотреть, как у нас будет получаться. Может быть, я куплю банановую ферму. Потом посмотрим. Единственное в чём плюс, что пси ведь и керамические пробивают шары, и свинцовые, и камуфлированные. В этом плане он прям очень сильный. Мне прям он нравится. Если его прокачаем больше, он ведь и больше стрелий будет пробивать. А потом ещё и муава. Ой, это вообще. Так. 16 раунд. Ну, хп уже полностью установились. И то тогда они у нас потратились из-за того, что я убрал инженера. Так бы, с ним бы мы точно справились. Так. Деньги постепенно копятся. Не знаю, может быть, немного накоплю, чтобы сразу же поставить коинт. Рынок или банк. Вот я до сих пор как бы не знаю, какая банановая ферма самая полезная. Конечно, если наверх качать, то мне кажется, она будет самая полезная. Но минус в том, что надо будет ставить 100% бананового фермера. Потому что если на несколько таких поставить, то это будет очень тяжело следить, чтобы собрать все бананы. А тут как бы попроще будет. Ну, вот что лучше, банк или рынок? Я не знаю. Мне почему-то кажется, что все-таки рынок было бы попроще содержать. Или как там. 23 раунд уже. Хотя, без понятия, естественно. Очень сложно. Очень непонятно. Так. Ну, можем, кстати, попробовать, если что, вот сейчас я немного денег накоплю. И мы сразу же поставим и банк, и рынок. Хотя, это, это больших денег стоит. А нам бы пожить хочется немного. По крайней мере, мне хочется пожить. Потому что уже через 13 раундов в первом ап пойдет. Мне кажется, это будет не так легко. Ой, сколько тут шаров. О, немного она проходила. Это тоже нормально так, но проходила, я бы сказал. Так, с венцовой шарой мы справляемся. Так. Я бы тогда, вы знаете, сюда поставил шиповый завод. Что он так много разбрасывал и помогал. Против. Как в начале, так и в конце, в принципе. Совсем чуть-чуть вот так сделал. Может быть, потом буду прокачивать. Пока трогать-то его и не буду, в принципе. Ну, кстати, помог. Или немного, но... Все-таки прокачать. Так. Ряд производства. Вот так вот сделаю. Его немного, и все. И, в принципе, так будет достаточно. То есть, все тут тоже самоуничтожают. Еще шиповый завод будет очень хорошо помогать. Если я не ошибаюсь, то вроде бы... Если на нижнюю линию качать, то там будут, типа, бесконечные шипы. А бесконечные шипы это, как бы, очень полезные. Потому что мне кто-то в комментариях написал, что если их много накопится, то они могут сразу же трех бедов уничтожить. Только бы вспомнить, кто такие беды. Если это фиолетовые, то это очень круто. Надо потом проверить. А то я действительно их не могу запомнить. Это мне прям не нравится. Ну, шипы, кстати, прям... Хорошая подстраховка, как мне кажется. Прям нормально. Долго тут стоят и помогают. Причем они бы еще и прочные, как я бы сказал. Потому что смотрите, сколько они держат стало. Опять, полезно. А скиллы там мы чуть-то не используем. Теперь забываю про них. Как скиллы? Скилл. Там бы один. Оба! Вот здесь, чтобы хотя бы получше было. Так, оставлю... Одну банановую ферму на рынок. Штабное производство. Сейчас надо бы еще сделать. Наверное, рынки я буду ставить. Я не знаю, что-то мне хочется здесь им на рынке. О, как это? Так, ладно. Сейчас начну заново. Посмотрим, что-то как. Все изменится, все будет хорошо. Очень неожиданно. Вот мы и дошли снова до этого момента. Я не знаю, как у нас тут сейчас получится. Надеюсь, что все будет хорошо. Единственное, мои изменения это в том, что я поставил обезьяну инженера и вкачал его до очищающей пены. Потому что она, на самом деле, оказывается, еще и свинец протравляет, как тут написано. И как бы это очень полезно. Также я поставил тут обычную обезьяну инженера и прокачал ее вот так, чтобы она своими кнопками их немного станила. Или что она делает? Как минимум, она замедляется. Потом вот шиповый завод опять так же прокачал. В принципе, нормальный ток, что прям прокачал его, кстати. И банановую ферму поставил. Пораньше решил в этот раз поставить, что она уже 2500 принесла. То есть, прям не зря. Если бы я бы не поставил, то хуже. Если бы... Мог бы я даже проиграть. Если не банановая ферма, наверное. Так, давайте тогда продолжаем. Посмотрим, что докакнуть будет. Может быть, я тут шаролог прокачаю. Как бы будет очень полезно. Так. Немного страшно, но мне кажется, мы должны справиться. Так, а все. Сейчас я автостарт опять включу. Пока что у нас инженер обгоняет по урону пси, но мне кажется, это временно как-никак. Потому что он потом прокачается и будет наносить, наверное, основной урон. Многу тут застанело. То есть, что-то тут набежало так много. И, кстати, вот эти кнопки, как по мне, они очень полезны. Вы видели, как сильно он застанелся? Так. Опасно. Блин. Фух. Так, с обычным мы справились. Я бы тогда еще вот прокачал шабовый завод. Бессмертельных шипов. Могут пробить два слоя каждый. И стоят еще... И стоят еще один раунд. Ого. То есть, они на один раунд больше стоят. Это очень полезно. В этом плане-то. Сейчас посмотрим. Так. А рынок-то? Посмотрите, как приносит. Давайте тогда еще один поставим. И будем потом дальше тогда прокачивать. Я не знаю, кого. Точнее, может быть, я знаю. Но единственная у нас сейчас проблема это с муавами. Потому что мы их как-то не очень сильно пробиваем, как хотелось бы, по крайней мере. И все-таки еще не способен нанести какой-то значительный урон этим дирижаблям. Поэтому посмотрим. Так. Немного их застаню, а то что-то они это... набежали. Так, еще бы один рынок, наверное, поставим. Ой. Так. Не, все нормально. Жесть, там рынки вы увидели, сколько они только что принесли. Так. Застаню. А то что-то немного опасно только что. Хотя там вот у нас есть шипы, и они 100% нас прям уверенно будут защищать. Потому что они там, их много накопилось. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. Что надолго... Точнее, волну они какую-то должны отбить все равно. Так, сразу же стан. Потому что их что-то опять набежало много. Так. Как хорошо они продержались. Там прям чуть-чуть совсем пробили. Ну, вот, кстати, у нас уже PC теперь на первом месте по урону. Так. Ой, я курсор потерял. Давайте шаролок поставим. О, кстати, прям на выходе его ставят. Это очень полезно, на самом деле. Это было... То, что только что было... Это мне вообще не понравилось. Понятно. Дубль 3. Ну, как я этого... Я даже не заметил. Я на этого шаролова насмотрелся. Блин, обидно. Так. Заново. Ну, вот, я снова дошел до этого раунда. Ну, конечно, еще не знаю, что тогда будет. Добавил дополнительного инженера. Теперь у нас их тут вообще три. Может быть, сейчас даже четвертого поставлю на всякий случай. Потому что такой раунд дурацкий. А, сейчас будет... Я себя чувствую прям экономистом с шестью рынками. Я не знаю, как я смог так накопить на них много. Потому что, если сравнивать с тем, как у меня тогда было... Было рынка четыре, наверное, пять. И намного меньше денег, по-моему, чем сейчас. И как-то... В итоге-то все нормально. Я, конечно, постарался пораньше закупить. Но я не думаю, что прям полностью в этом все дело. Так что давайте посмотрим, что-то как у нас сейчас получится. На самом деле, много. Не по себе. И сейчас, кстати, у нас ловушку почему-то в начале ставят. О! Девять тысяч он принес! А, я, может быть, тут ускорение на всякий случай уберу. Я, кстати, не помню, точно ли это был 53-й раунд. Ну... Надеюсь, что вот. Ну, в любом случае, немного там. Если чуть дальше, то ладно. Но точно, вроде бы, не раньше был. Потому что я бы точно заметил этот раунд. А, и, кстати, давайте я тут автостарт включу. Ну, тогда ускорение тут. Еще буду контролировать скилл нашего кси, чтобы застанет. Блин, как же деньги хорошо идут? Так. Ой-ой-ой. Я не знаю, от воли это уже не то. Нет, не то. Так, ладно, давайте я тут пока ускорение уберу. И поставлю нам еще несколько рынков. Чтобы у нас прям денег очень хорошо шло. Так, немного опасно. Так, хотя бы два. Третий у нас непрокаченный. Ну, а сейчас мы быстро на него накопим. По деньгам-то он вроде не такой дорогой. И с нашими рынками это сделать очень просто. Так. То есть сейчас даже не знаю, я бы хотел какой-нибудь инженера прокачать. Вот этот, кстати, инженер очень хорошо идет. Ну, пси у нас, кстати, все. Он нас всех обгоняет по урону. Но это очень радует. Что все-таки он у нас ключевой герой считается. Можем даже деньги потратить на его прокачку немного. Так, теперь у него появился скилл. А так будем время от времени, наверное, все-таки тратить на его прокачку уровней. Ой, подождите. Тут что-то немного опасно. Что-то столько всего творится. Я углядеть немного не успею. Так, все. О, скука до легения. Так, что, справимся? Пожалуйста. Так, застанели. Сразу же четыре инженера било. Так. Фух. Кстати, очень полезная ловушка. Она же сразу же с двух сторон пробивает. Сколько тут шаров? Ну, мы справились. Так. Ува. Ува. Сейчас еще сразу же одну поставим. Конечно, поставим. У нас денег не хватает. Так, встанем. Скилл на всех суть, друзья. А на эти наукропленные-то не работает его скилл пока что. Поэтому давайте все. Я сейчас буду копить на прокачивание дальше. Потому что немного опасно идет. Отличные шипы было бы очень полезно. На самом деле, накопить на них. Я с количества рынков немного удивлен. Ха-ха-ха-ха. Так. 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 Достанели, достанели. Так будет попроще. Че у нас тут? Попси. Нормально по урону-то. Вообще хорошо идет. Разгон я не очень хочу качать. Мне он как-то не очень нравится. Блин. Ну, действительно, скилл-то не работает на них. Очень обидно. У-у-у. У-у-у. Уничтожили. 16 тысяч есть. У Пси есть аж 44 тысячи урона. Я действительно, наверное, сейчас буду копить на вечные шипы. Почти вечными. Вот мне интересно, это почти это сколько. Написали бы хотя бы. А то все-таки, мало ли, для них почти это раунд в 5. А раунд в 5 это маловато. Блин, красные. Но с красным мы должны справиться. Все-таки укрепленные синие звучат даже посильнее. Так. Почти накопили даже. Сейчас хорошо у нас все идет. Опять укрепленные. Ой, я их сразу станю лучше, на всякий случай. Потому что они мне максимально не нравятся, они меня пугают. Так, все, вечные шипы есть. О, они меняются еще. И надолго, кстати, их прям хватало только что. Чего? То есть они пробиваются от одних этих шипов? Или мне казалось? Мне похоже не показалось. Офигеть. Я не знал про такую силу шипового завода. Шипового. Что-то я, говорите, разучился. Так. Все, кстати, уже нормально так-то наносят урон. Ну, сейчас вот наш завод в гонку вступил. И, видимо, сейчас тоже будет наносить большое количество урона. А вы представляете, если они начало почти не могут пробить? Ну, немного, конечно, пробивают. А в конце-то сколько их уже накопилось? У-у-у. Ой, что-то я такой радостный. Хе-хе-хе. Хе-хе. О-о-о. О-о-о. Цель тоже была прикольная так-то. Да и властелин турелей тоже прикольный. Тут все, в принципе, прокачки довольно-таки интересные. Так. Тридцать-два тысяча. Семьдесят-два. Ну, все молодец. Все идет прям хорошо. Мне нравится. А еще мне нравятся мои банки. Какие они крутые. Блин, их можно было тоже, в принципе, прокачать. Там какой-то центральный рынок. Ну, правда, пока я не знаю, что там. Я хочу ловушку XXL накопить. Чтобы у нас прямо в самом начале не проходили. Еще же пси может бить издалека от самого. Ну, прям полезно. Так. Семьдесят-четвертый раунд. Как они круто справляются, эти шипы. Ну, и урон наносит реально очень большой. Так, давайте прокачаем. Что нам? Даже фиолетовые шары уже пробивает. Вот, кстати, на следующем уровне он сможет мало пробивать. Это как раз все то, что нам надо. Блин, тут укрепленные, конечно. У нас тут вечные шипы. Как подтроповка. Причем их тут реально сколько. Очень много. Обезьянные инженеры-то, кстати, уже 100 тысяч нам принесло. И сейчас мы ее прокачаем еще. Что? В следующем раунде уже должны, в принципе. О! Ничего себе, какая модная. И ловушка-то увеличилась. Смотрим, насколько она будет вмещать в себя вообще. Так. Она красные засасывает. Причем вообще с легкостью. Больно. Так, а тут что-то есть? Большие шароловы могут поймать даже самые крупные шары. Мы это заметили. Подтверждаем. Так, давайте прокачаем центральный рынок. Он, наверное, сильно увеличит заработок наш. По крайней мере, я надеюсь. Я только почему-то подумал, что мы не на двойной скорости. Я хотел еще ускорить. Ну, что у нас пока что идет. Все так хорошо. С этим заводом, объединенным инженером. Ой. И с этой опасностью, которую я тут вижу. С которой мы завтра справились. У-у-у-у. Я взял. Так. Сколько он там их еще может забрать? Ну, посмотрите, бездонная ловушка какая-то. Офигеть. Сколько он потом? 3000 дал, кстати. Нормально. Реально бездонная ловушка. И красный. Так. Ой, он. 80-й раунд. Вот. Кстати, вот завод догоняет. Да. О, все. Офигеть. Ну, мы прошли. Так, давайте тогда вольную игру. Продолжаем. Раз у нас так все хорошо идет. Единственное, что я переживаю. Чтобы у нас, там, все по урону не обогнали. Поэтому сейчас немного центральные рынки. Вот прокачаю. И буду все вкладываться в все. Чтобы он у нас такой урон потом давал. В 20-м уровне, по крайней мере. В принципе, мы уже не так далеко. Так прикольно наблюдать, слушайте, как, ну, спокойно. 166 тысяч. А все, апси уже, можно сказать, почти на третьем месте по урону там. Да ловушка слишком крутая для этого мира. Смотрите. Ну, и стоит она, как бы, нереальных денег. Считает, ну, больше 60 тысяч. Поэтому, в принципе, на свои деньги она как раз таки идет. О, посмотри, теперь у нас есть прокачка и муав его набивает. Так, давайте тогда используем. Чтобы мы тут урона набрать тоже. А то у нас пси-то тоже сильно, но... Ой-ой-ой. Рынки, не тряситесь, я вас прокачать хочу. Так. Во. Почти все рынки, кстати, мы уже прокачали. Поэтому у нас сейчас денег очень много. Ой-ой-ой, опять. У меня аж в глазах мерещится, когда я все это вижу. Так. Офигеть. Ну, этой ловушкой я, я, видимо, триста двадцать тысяч уже. Это он просто, видимо, от этих мобов все. Жесть. Вот тебе и испытание одного с одним героем и с героями поддержки. Вот таки. Точнее, и обезьянами поддержки. Обезьянами поддержки как раз таки. Всех и мочит. Так, все, центральный рынок прокачали. Теперь у нас все деньги и пойдут. О, ловушка с этим справилась. Давайте тут вот, кстати, я поставил вот деревню. И вот так бы ее вкачал. Не знаю, пускай так будет. Просто по приколу, чтобы пошел какой-то баф. Так, а здесь они же вроде... Любые виды шаров. Вот именно, любые. Значит, они, наверное, и сто процентов будут справляться с этими. Дурацкими. Я забыл, как зовут. Зовут. А я и не знал, в принципе, что это я тут пытаюсь умничать. Девятый уровень уже. Я про черные, которые очень быстрые. Интересно, блин. Когда-нибудь я запомню. Так. А все. У нас Пси двадцатого. Стоп, надо застанеть. Пожалуй. И проиграть. Застанели и проиграли. Блин. Надо было, наверное, нашего инженера вкачивать еще там что-нибудь. Но в любом случае, я понял, что потенциал вот у этой игры очень большой. Что мы могли бы еще прожить, на самом деле, немало времени. А если бы у нас была возможность еще покупать других обезьян, мы бы еще бы намного больше набрали всего. Ну и в этом случае мы большие молодцы. Как минимум, испытания мы прошли. С третьей попытки, конечно же. А на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok